Это наше недельное чтение сегодня. Вы можете сесть. Но на этом текст не заканчивается. Если мы продолжаем читать, мы приходим еще к одному моменту. Я должен его упомянуть. Момент, когда вырос Ицхак. И об этом написано в главе 22. В каком-то уровне Бог сказал Авраму «Возьми Ицхака своего единственного сына и принеси мне его в жертву». Кто помнит этот рассказ? Вы знаете, что этот рассказ это та точка отсчета, от которой перевернулась вся история. Почему? Аврам это сделал. Он практически принес в жертву своего сына. Бог остановил его. Но после этого мы читаем что-то очень особенное. На каком-то уровне Бог начал говорить Авраму. И Он сказал Авраму. Написано в 22 главе. Я прошу вас внимательно слушать и обратить внимание. Написано так. В 15 стихе. Я прочитаю на русском так же. И вновь ангел Господень вызвал Авраму с неба. Самим собой уклянусь, говорит Господь, за то, что ты сделал это и не пожалел отдать своего единственного сына, я тебя благословлю. Я вас призываю внимательно послушать. Бог, сам Бог поклялся человеку. В истории больше никогда такого не было. Великий Бог, сотворивший небо и землю. Который величайший ангел и перед Ним это ничто. Он, который велик настолько, что все творение, как что-то маленькое в его руке, Он стоит перед человеком. Это как если бы я поклялся своему телефону. Это звучит глупо. Я клянусь куску пластика. Это глупо. Человек клянется куску пластика. Но сам Бог поклялся Авраму и сказал, сейчас я выбираю тебя и твой народ и с вашей помощью я поменяю этот мир. Почему спустя несколько поколений приходит потом Муша с Торой? Почему спустя несколько лет приходит Муша и Ешуа? Из-за вот этого момента. Из-за того, что Бог поклялся Авраму. Почему Израиль существует и сегодня? Почему мы приехали сюда? Почему все евреи, японцы, американцы, русские, почему все через Ешуа называются сыны Аврама? из-за вот этого обещания. Из-за его клятвы Бог поклялся Авраму. Знаете что? В нашей крови есть гены Аврама. Эти гены слышали голос Бога. и это значит что вы сидящие здесь в генах течет кровь, вас течет кровь, которая слышала голос Бога. Это самое великое, что можно себе представить, самое богатое из всего богатства мира. И когда приходит Ешуа, он сделал то, что он сделал из-за того, что Аврам начал. И он, сын Аврама, Ешуа Машех, зажег все силы Вселенной из-за вот этого события, которое произошло там. Аврам согласился принести своего сына в жертву. И Бог принес своего сына в жертву. Сегодня достаточно. Бог взял нас к чему-то хорошему. Давайте встанем. Встанем.